добрый день рад вас приветствовать в академии визуального программирования скилу сегодня тема нашего урока это параллакс эффекты я думаю вы встречали подобные эффекты на других сайтах и теперь давайте научимся с вами создавать собственные параллакс эффекты собственном приложении итак мы находимся в нашем редакторе я создал чистую страницу для того чтобы продемонстрировать возможности параллакс эффекта мы можем сделать несколько способов для создания подобного эффекта это установить изображение на саму страницу и назначив определенные функции и также можно воспользоваться контейнером floating group но для начала мы поработаем с самой страницы и так у нас сейчас страница стандартных размеров это 980 пикселей для того чтобы максимально заполнить весь экран нашим изображением и установим 1200 пикселей по ширине и пускай будет 3000 в длину и так у нас на странице сейчас настройка стиля это фон залитый белым цветом мы убираем этот фон и устанавливаем изображение и так изображение мы выберем с предложенных нам картинок бабл ну давайте допустим вот это вот гора устанавливаем дальше настройка то есть делаем изображение по центру экрана и делаем по ширине максимальной чтобы максимально заполнить наш экран дальше убираем фиксированную ширину так следующая функция которая отвечает за параллакс эффект вот она здесь мы устанавливаем галочку и нам предоставляет возможность выбрать скорость для параллакс эффекта посмотрим какие скорости есть то есть в данном случае у нас до единицы я вам сразу же скажу что эффект который создается на самой странице он будет поднимать наше изображение то есть поднимается изображение поднимаются все группы если вы хотите эффект который будет опускать изображение и поднимать группы которые под изображением находятся то это уже делается во флотингу к нему мы вернемся но сейчас пускай будет 0 5 для того чтобы точно увидеть этот эффект так у нас длина страницы немножко неправильная я забыл нолик но бывает и так возьмем группу и сделаем вторую страницу для приложения сделаем также по ширине 1200 и пускай будет 800 высота здесь у нас краю 0 пикселей чтобы от края до края была сама группа и сделаем от верхнего края также 800 пикселей и так есть также сделаем какой-нибудь заголовок текстовый элемент возьмем сразу же настроим сделаем какой-нибудь большой заголовок пускай будет 60 по размеру шрифт нам не принципиальный сейчас так как мы не создаем рабочее приложение сделаем белый цвет по центру но и можно еще и выделить его и так ну также по горизонтали чтобы все было ровненько и красиво вторую группу мы в принципе не будем сейчас ничем заливать можно только для контраста немножко убавить цвет сделать его сереньким и теперь посмотрим что же у нас получилось запускаем превью и так страница загрузилась как вы видите у нас заголовок есть к сожалению ничего не написал сейчас вернемся в редактор и напишу и теперь начинаем листать как видите эффект создался это скорость 0 5 можно поэкспериментировать со скоростью возможно эта скорость некорректная и кому-то не нравится но мы сейчас просто смотрим как все это создается как видите да изображение листается все работает и так это что касается эффекта на самой странице понятное дело что дальше вы добавляете группы с определенной информации можно также найти изображение которое будет в ширину к примеру там 1200 тех же пикселей а в длину там 6000 и полностью максимально сделать какой-то сайт на одном изображении как я уже говорил дизайн безграничный можно создавать уже на свое усмотрение на свой вкус и так давайте все таки я подпишу к примеру привет всем так закрываем теперь давайте посмотрим на параллакс эффект который создается с помощью контейнеров берем контейнер наш флотин групп и устанавливаем его самым первым тоже делаем по ширине 1200 что все было одинаково и по размеру 800 пикселей так как у нас вторая группа с отступом 800 пикселей и так теперь настраиваем можем взять тоже изображение которое здесь на странице загружено копируем и устанавливаем во флотин групп устанавливаем также убираем стиль здесь сейчас у нас флотин группе стиля делаем изображение загружаем наше изображение и ждем изображение загрузилось сразу же скажу это самое главное параллакс эффект с помощью контейнера флотин групп будет работать в том случае если страница у вас не загружена никаким цветом не установлена на нее никакое изображение как вы уже поняли страница должна быть полностью пустая в этом случае мы переходим в свойства страницы соответственно убираем изображение и убираем полностью все стили но у нас только остается это нефиксированная ширина закрываем и так здесь смотрите флотин групп как вы знаете он зафиксирован на странице если мы ничего больше настраивать не будем а флотин групп останется так как есть загруженная то перейдя в превью мы увидим что наша флотин групп перекрыла абсолютно все группы которые находятся на странице соответственно заголовок тоже находится под флотин группы он закрытый и если вы будете вот листать вот есть бегунок да то ничего происходить не будет поэтому что нам нужно сделать во первых флотин групп мы помещаем под элементы которые мы хотим показать следующее настраиваем также изображение то сделаем его по центру как видите наша картинка наша гора сразу уже стала по центру и делаем максимальную ширину чтобы у нас никакие края не резались то есть максимально растягивалось изображение дальше для того чтобы создать сам параллакс эффект мы выбираем функцию меняем то есть здесь у нас установлена это функция над всеми элементами и делаем под всеми элементами следующая функция дает возможность выбрать скорость то есть если вы выбираете скорость которая будет ниже единицы то изображение будет двигаться вниз а группы которые под ней будут двигаться вверх то есть вот создаваться вот такой вот эффект сейчас конечно же это все увидим дальше скорость которая свыше единицы делает другой эффект то есть у вас изображение поднимается и группы также поднимаются если мы оставим единицу единица она ставит параллакс эффект на паузу то есть у вас будет зафиксировано само изображение а все элементы будут двигаться ну вот по самому изображению то есть сейчас можем оставить на единицы посмотреть все таки как это происходит то есть как видите да у нас изображение установлено мы начинаем листать изображение стоит на паузе а все остальные элементы и группы листаются и теперь посмотрим если выберем скорость ниже единицы начинаем листать как вы видите эффект срабатывает но с эффектом который ниже единицы здесь уже нужно более тонкий подход потому что как вы понимаете вы листаете страницу и вот эта область она остается пустая потому что сам эффект будет работать когда страница пустая мы не можем ничего поставить и вот получается вот такой вот пробел но вот этот вот эффект он интересный по большей части не для фонового изображения которые вы устанавливаете самым первым а допустим для каких-то элементов которые находятся у вас на странице то есть вы установили у вас просто будут блоки допустим переходите одни вверх другие вниз и создавать вот такие вот интересные эффекты и так мы этот увидели теперь сделаем скорости выше единицы переходим обновляем и листаем как видите эффект очень похожий на тот который мы делали со страницей но тут есть дополнительные плюсы при использовании этого контейнера как видите у нас заголовок листается одновременно со второй группой то есть это все зафиксированное и уходит очень быстренько вверх и оставляет нам пустоту можно по-другому немного сделать то есть у нас сейчас заголовок он находится вне зоны самого контейнера мы можем зайти в свойства и убедиться в этом то есть заходим видите у нас он вторая группа в которой он привязан это к самой странице теперь мы берем этот элемент просто подвигали он автоматически попадает уже в сам контейнер сейчас выровняем его теперь можно по вертикали выровнять и смотрим то есть он уже находится в самом контейнере теперь что будет происходить в этом случае как вы уже догадались в этом случае сам заголовок будет листаться вместе с нашим контейнером это очень интересная фишка которую можно использовать если у вас к примеру какой-то кричащий заголовок либо какой-то слоган который должен цеплять пользователя и он должен максимально оставаться на странице пользователь увидел этот заголовок начинает листать страницу и пока он дойдет до второй странице он видит этот заголовок и дальше уже пошло листание и просмотр все информации которые есть у вас на сайте